Виктор Николаевич Ягун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, зампредслужбы безопасности Украины, в 2014-2015 году, ныне директор агентства реформирования сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот первым делом хочу у вас уточнить, тут, когда мы говорим об этой вербовке для западных, вернее, заграничных операций российского режима, вот гонорар 2,5 тысячи долларов приблизительно, вот можно ли за эти деньги нанять высококвалифицированного спецназовца, военного специалиста в своем деле? Я сомневаюсь. А кого же они тогда нанимают? Самое интересное, что люди, которые появляются там в Африке, для африканцев уже являются какими-то такими, знаете, ну, я не говорю богами, да, но господами такими, уже готовыми. И поэтому какая-нибудь более-менее современная униформа, какой-то навес на автомат, и там же не надо проявлять каких-то суперсовременных боевых действий на каких-то этапах, а просто демонстрировать свое присутствие. То, что там не профессионалы и то, что там не подготовлены какие-то спецназовцы, это показало появление наших сотрудников спецподразделения УР в Сомали, где они, ну, просто за несколько своих боестолкновений фактически уничтожили часть этих так называемых наемников. Поэтому у них просто нету этих людей, которые были в начале этих всех боевых действий еще даже в 15-16 годах. Фактически они закончились под Бахмутом, наверное. Раньше, в советское время, когда Советский Союз тоже занимался разного рода военными авантюрами на других континентах, не только в непосредственной близости от своих границ, они же где-то находили внутри страны этих людей? Или этой практики, я так понимаю, раньше не было, да, наемников? Нет, была практика, было специальное подразделение, которых, ну, не вербовали, там просто проводили такую проверку, отсеивание, и это же было очень престижно, попасть за границу, получать зарплату в чеках. Это такая валюта была иностранная, ну, вроде как бы рубли, но можно их было отоваривать в специальных магазинах и оттуда что-то привезти. То есть это было очень престижно. Никто, правда, не думал, что, пребывая в экзотических странах, можно привезти какие-то экзотические болезни, но это уже был такой следующий этап. А так, так называемые советники были везде. Ангола, Вьетнам, Лаос, все, где пытались строить какое-то подобие Советского Союза или социалистического мира, везде появлялись так называемые советники. Они нанесили специальную форму без обознавательных знаков и фактически иногда принимали участие даже в боевых действиях. Россия тем временем продолжает практику вербовки на войну против Украины и иностранцев. В плену Украины оказались граждане Непала, Кубы, Сомали, Сьер-Леоны, которым повезло выжить на линии фронта. Фото пленных российских наемников опубликовал проект «Хочу жить» с историей вербовки каждого из них. В проекте подчеркивают эти люди никакие не добровольцы, о чем рассказывает Миноборона РФ. Все они обмануты или куплены России и представители беднейших государств мира. При этом российская пропаганда, оправдывая агрессию РФ, продолжает обвинять Украину. Якобы в ВСУ служат, цитата, чернокожие наемники НАТО, а по рации слышна польская речь. Конец цитаты. Знаете, Виктор Николаевич, когда я смотрел эти фото, у нас же есть отношение, Украина есть отношение со всеми этими странами. Как-то можно на это повлиять? Учитывая, что, скорее всего, наемничество запрещено в этих странах. Во многих странах оно действительно преследуется даже по закону. Или все-таки легальными каналами невозможно ограничить вот эту практику? Как можно это осмотреть? На самом деле, единственная страна, которая реально начала борьбу с этим всем явлением, это Непал. Непал очень жестко к этому подошел. Там сразу все вызвали посла, запретили все, отозвали все разрешения на выезд. Там есть какой-то механизм разрешения на работу в иностранных государствах. То есть это все было сразу аннулировано, то, что касалось России. И они начали требовать от России, чтобы вернули всех их граждан. То есть с Непалом как бы более-менее понятно. Я только не понимаю, откуда берутся такие цифры там. Потому что шел разовор не больше, чем о тысячах человек. Тут говорят про 10 тысяч. Ну, такое дело. Россия активно пытается заместить те дыры в своих мобилизационных резервах иностранными гражданами по одной простой причине. Она вычерпала резерв в национальных республиках, в каких-то депрессивных регионах. Зарплата, которую им предлагают этим людям в России, она уже не всех привлекает. И Россия категорически пока что пытается отложить возможность мобилизации в больших городах. В первую очередь это Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск. То есть там, где более-менее активная часть населения и которая может действительно выйти на такие протестные акции, которые чреваты для основ государства. Поэтому она идет на все такие вот возможности. Кучу этих зэков было использовано. Какие-то там уклонисты, алименщики, не знаю, какие-то там те, которые должны были денег банкам. Все это уже как бы исчерпало себя. Поэтому вот перешли сейчас на тех, которые получили недавно российское гражданство и на иностранных граждан. Активно используют действительно вербовочные такие компании, зазывая их либо на сельскохозяйственные работы, либо на работы на предприятия тяжелой промышленности. И вот эти вот люди, которые приезжают вроде как бы работать точно в гражданский какой-то сектор, в какой-то момент оказываются на полигоне, где им выдают автомат, форму и говорят, а вы уже подписали контракт. Это все очревато, понятное дело, скандалами. Но где-то будешь скандалить, если тебя фактически взяли в заложники и под заградотрядом отправляют в штурмовые какие-то там атаки. Даже вот если мы говорим о зарубежных наемниках, наемниках из Кубы, из Херролеона, Сомали, мы и в начале полномасштабного вторжения об этом рассуждали. Как вообще коммуникация происходит? Российские военные, мягко говоря, не полиглоты. А как они общаются? Ну вот человек приехал из Непала. Он кроме непальского, очень сложного языка, никакого другого не знает. Они матом им объясняют, как действовать. Я вот не могу этого понять. Да, другого... Ну, как правило, они пытаются все-таки более-менее какое-то подразделение иметь, условно говоря, петчика, да, там, на 10-15 человек или больше. А в основном это люди, которые, что, дал автомат, показал, в какую сторону бежать, и проверил, заряжен ли автомат, и все. Это люди просто смертники, которые даже не удосуживаются провести какую-то специальную подготовку, хотя бы недельную или двухнедельную. Поэтому это все заранее было обусмотрено. Почему? Потому что никто не собирается действительно им платить какие-то неустойки, выплачивать какие-то там страховки и платить каждый месяц зарплату. Я вообще удивляюсь, что эти люди не были уничтожены в первые минуты своего пребывания на фронте, а еще и повезло попасть в плен. Итак, на днях российские пропагандистские СМИ стали активно распространять фейк, озвученный представительницей МИД РФ Захаровой, о том, что на стороне Украины против России воюют шведские наемники. Это ложь, манипуляция, сообщает Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности. Аналитики обратили внимание, что прокремлевские пропагандисты в последнее время достаточно активно продвигают тему о наемниках, пытаясь убедить мир в том, что Россия воюет не с Украиной, а против НАТО и коллективного Запада. Например, недавно подобный фейк разогоняли о французах, якобы погибших в результате удара по гостинице в Харькове. В Центре стратегических коммуникаций информационной безопасности подчеркнули, что в Украине есть иностранцы, участвующие в военных действиях против страны-агрессора. Они являются военнослужащими ВСУ, а не наемниками. Ну и очевидно, дальше только больше будут они использовать эти фейки. И вот эта принципиальная разница доброволец и наемник, да, ну как объяснить это, например, тем наивным людям в мире, в том числе и в Европе, которые вот эти фейки все благополучно употребляют и верят в то, что Украина, которая постоянно ищет средства на оружие, видимо, по их мнению, имеет огромные деньги, чтобы еще и нанимать людей. Вот как донести? Больше показывать это опасно? Ну, на самом деле тяжело, конечно, развенчить этот фейк. Чем отличается наемник добровольца? Доброволец, этот человек действительно добровольно приехал в Украину, примкнул к нашему иностранному корпусу. И он не подписывал в том виде контракт, который там подписывает наемник, и он получает то же самое обеспечение, что и получают наши бойцы, ни больше, ни меньше. И именно вот на мотиве получения больших денег есть разница между добровольцем и наемником. Потому что, понятное дело, что доброволец доброволец, но он же не может бесплатно служить, не получая каких-то там компенсационного обеспечения. А наемник приехал зарабатывать деньги, причем большие деньги, и эти деньги отличаются от тех, за которые служат наши бойцы вооруженных сил Украины. Вот и вся разница. На самом деле очень маленькая. И в Украине действительно нет этих наемников. Если есть какие-то инструктора, то они представляют иностранные государства, которые за них платят. То есть это все фейк. А, наверное, надо все-таки работать, не знаю, раскрывая, не раскрывая место расположения этих ребят, просто общаться с ними. Есть очень много представителей разных стран. Там от Японии, Кореи, Южной Кореи до Зеландии, Австралии. То есть это очень серьезный такой раскид. И люди приехали действительно со своими мыслями и пытаясь передать свой опыт и свои знания и защитить ту демократию, которая есть у нас от того монстра, который у нас напал. Да, и будем больше об этих достойных людях рассказывать. Спасибо, Виктор Николаевич, за включение. Это был Виктор Ягун, вообвенный общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, в прошлом зампредслужбы, директор агентства реформирования сектора безопасности и эксперт по вопросам национальной безопасности.